Добрый день, дорогие друзья! Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики FIBA Group». И с нами сегодня аналитик компании FIBA Group Мария Сальникова. Мария, добрый день! Здравствуйте, Игорь Николаевич, здравствуйте, коллеги трейдеры! Как вам видится сегодняшний вторник? Что интересного? Обсуждаем вторник, обсуждаем ситуацию на валютном рынке, что у нас по торговым возможностям. Я бы так это назвала, потому что у нас налицо коррекция американской валюты вниз, доллар США корректируется. Я бы не назвала это изменением тенденции. Мы озвучивали сопротивление 94.04, от которого, собственно, и состоялся разворот. Но при этом, скажем так, стратегического направления мы не изменяем. Покупки сохраняются в приоритете для фьючерса индекса доллара США. Если говорить о новостном фоне, он достаточно спокойный до конца текущей недели. Только в пятницу у нас появятся показатели по retail sales, розничным продажам в Америке за октябрь и октябрьские показатели. И это можно, собственно, назвать точкой, когда, может, там возобновятся покупки по доллару США. Пока что, возможно, коррекция вниз, снова там рост какой-то однозначной динамики, грубо говоря, падения доллара сейчас я не жду. То есть тут больше все-таки у меня приоритет смотреть на картину в рамках того, что по фьючерсу на индекс доллара США сейчас развивается коррекционное движение. По поддержкам для этого инструмента у нас 92.93 сейчас является как вероятная точка для возобновления покупок, если состоится пробой отметки 93.10. То есть 93.10 раз и 92.90. Давайте так округлим. Это второй поинт, где мы можем ждать с вами разворота. При пробой отметки 94.04 у нас возобновляется, актуализируются покупки 95.50, 95.70. Если брать по точкам входа, то у нас, безусловно, когда начинается рост какого-то инструмента, мы говорим, ну все, уже загонять, уже же растет, надо дождаться коррекции. Так вот, по американской валюте, я думаю, сейчас как раз идет та коррекция, которую нужно успеть словить для того, чтобы снова зайти на бай. Относительно основных валютных пар. Это евро, фунт, канадец, новозеландский доллар, то, на что мы сегодня обратим внимание, и валютная пара доллар-иена в том числе. Есть у меня такие интересные решения в разрез того, что мы видим снижение американской валюты. Я жду также продаж по валютной паре фунт-доллар и по евро-доллару. Обсудим. Валютная пара фунт-доллар. У нас есть сопротивление. Здесь у нас сопротивление, ну понятно, техническое, абсолютно простое. С 20-го числа 9-го месяца, собственно, рисуем нисходящую линию тенденции на валютной паре фунт-доллар. И котировки сейчас столкнулись с сопротивлением, которое вполне можно отрабатывать как точку входа, повторную точку входа на продажу. Мы находимся в нисходящем движении за последние, ну сколько там уже, месяц, да, больше месяца. Нет, 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 у меня четырехчасовый график открыт. С 20-го числа нисходящее движение, соответственно, мы рассматриваем продажи, пока находимся под линией тенденции с 20-го сентября. Раз уж мы столкнулись с этим сопротивлением, то вот максимально, откуда открывать короткие позиции, это отметка 1.3220. По возможности заходить заранее, если ваш депозит торговый располагает, то я бы предложила рассматривать короткие позиции по рынку, вплоть до текущей цены 1.3193, 1.3194, то есть вот в этом диапазоне можно уже наращивать короткие позиции. Для более консервативных трейдеров дождаться отметки 1.3220 и там открывать продажи. Если будет в ту сторону рост, то я буду доливать короткие позиции. Ограничение убытков при этом будет стоять возле 1.3225, вот где-то в этом районе, я думаю, достаточно будет установить стоп. Далее, если у нас состоится пробой вверх вот этой линии тенденции с 20-го сентября, тогда, я думаю, мы будем пересматривать продажи на покупки. Но опять-таки, да, это если вдруг у нас состоится этот пробой. Фундаментальную картину сейчас не оцениваю по той простой причине, что у нас развивается вот эта коррекция по доллару США, и я думаю, она будет приоритетной, несмотря на другие показатели по Великобритании либо по Америке. То есть тут сейчас основной драйвер движения – это динамика индекса, динамика доллара США. Вот, то есть для валютной пары фунт-доллар пока что у нас в приоритете, ну, как по моей, да, картине короткие позиции. Но если мы пробиваем 1.3220, тогда, понятное дело, я думаю, надо будет крыться и пересматривать вероятность вот этой вот коррекции вниз по фунт-доллару. Цели движения по фунт-доллару первые, я думаю, это будет 1.3145, 1.3140 вот в этот диапазон, то что у нас первые короткие позиции, ну, как бы по сценарию, да, хотелось бы, чтобы отрабатывались. Дальше. Валютная пара евро-доллар. Здесь короткие позиции у нас от 1.1830. Технически по, ну, тут у нас играют и расширение Фибоначчи по последнему движению за сентябрь-октябрь вниз. То есть разными техническими способами вычислялись отметки коррекционные, откуда стоит рассматривать шорты. То есть первая это была у меня отметка 1.1770, откуда возможно шортить. Вторая это 1.1830. Напомню, что мы технически определяем уровни, откуда стоит покупать либо продавать, а затем для более верной позиции, что надо однозначно купить или продать, мы выискиваем сигналы внутри дня, 15-минутный график, и получаем отбой от границ конверта и также пробой там определенных динамических уровней. Сейчас картина следующая. Либо мы растем к 1.1830, там находим точку разворота и, собственно, открываем короткие позиции от этого уровня, либо мы все-таки доходим до 1.1775, 1.1770, закрепляемся в данном диапазоне. И если, скажем так, нет предпосылок к возобновлению покупательской активности, то я буду голосовать за продолжение продаж от этого диапазона 1.1770, 1.1775. Если говорить по целям, то валютная пара евро-доллар вполне может позволить себе дополнительное снижение к отметке 1.1680, которое мы уже видели в конце прошлой недели, а также это и 1.16, и 1.15 в том числе. То есть я пока что отдаю приоритет коротким позициям по валютной паре евро-доллар. Относительно сроков реализации этой недели, я думаю, она все-таки будет такой спокойной. То есть, возможно, мы увидим дополнительно 1.1730, 1.1680, но это все будет очень плавно, это очень будет так спокойно происходить. Каких-то резких срывов на валютном рынке я не жду. Поэтому отрабатываем абсолютно спокойно технические уровни. То есть пробьется вниз 1.1770, ну и начинаем широтить. Если будет валютная пара евро-доллара расти, дойдет до 1.1830, но для меня это пока что такой технический уровень. Давайте короткие позиции. Дальше есть у нас USD канадский доллар. Но тут я тоже на самом-то деле нашла точки входа пока что на продажу. И есть у нас настрой продаж к 1.2328. Вот в этот диапазон. То есть сейчас у нас 1.2505, короткие позиции к 1.2328. Техническое обоснование у нас следующее. С мая 2017 года можно открыть на дневном графике. USD канадский доллар, дневной график открываем. С мая 2017 года провести нисходящую линию тенденции. И, собственно, вот мы встретились с этим сопротивлением. Отбились мы на прошлой неделе. И, собственно, пока что у нас продолжается нисходящее движение. То есть если мы открываем с вами короткие позиции, то топ сейчас будет в районе 1.2547. Вот у меня как бы так пока что, да, 1.2547 я по часовому графику устанавливала, да. Дальше на часовом-четырехчасовом по USD канадскому доллару у нас был рост с 7 сентября. Ну и вот там визуально видно, да, что USD канадский доллар, валютная пара росла, росла, росла. Вот на четырех часах я провела линию тенденции восходящей. И, собственно, так вот на текущий момент, да, я смотрю, что у нас все-таки пробой вниз этой линии тенденции есть. В совокупности с сопротивлением мая 2017 года и пробоем вот этой вот линии тенденции сентября-октября Технически пока что я бы отдала часть позиций в шорт, то есть, ну, часть депозитов в шорт по USD канадскому доллару. Профиты, опять-таки, да, берем расширение Fibonacci, берем уровни Fibonacci, давайте возьмем уровни Fibonacci. И вот по этому росту сентябрь-октябрь на USD канадском долларе 50% движения у нас лежит к 1.2328-1.2330. Вот в этот диапазон. Там же мы видим, у нас есть, ну, скажем так, тени, сопли такие, да, на рынке за сентябрь. То есть этот уровень, он неплохой чувствовался, я думаю, вполне может стать логичным к снижению этой отметки. То есть вот пока что, пока что тут шорт и цель 1.2330. Ну, ставьте так круглый, чтобы запомнить. Вот, то есть тут у нас технические приоритеты также к продажам. Следующий у нас новозеландский доллар. Ну, мне выглядит пока что, да, пока что мне очень нравится как бы подкупить новозеландский доллар. Напомню, что у нас цель коротких позиций по этому инструменту лежит, напомню, мы продавали ее новозеландский доллар в паре с долларом США несколько недель назад. Вот, и, собственно, цель лежит к отметке 0.7200. 50 пунктов там осталось, ну, пунктов там 60-67 сейчас, да, чтобы мы увидели достижение профита по этой сделке. То есть вот эти 67 пунктов, ну, это как бы для меня пока что не повод закрывать позиты, закрывать их, но я уже рассматриваю возможность того, что может произойти скачок вверх. Так, засиделась валютная пара NSD-USD на уровне 70-55-70-60. Толчка вниз, большего не происходит. Технически мы видим, что этот уровень уже был на рынке. Это и 2017 год, это и 2016 год. То есть достаточно интересный уровень, чтобы рынок его не прошел с первого раза. Плюс у нас есть гэп выходного дня, который вполне может, ну, могут пойти на закрытие этого гэпа. Я не исключаю, что стоит пробовать короткие позиции по NSD-USD. Это только на основании того, что пока что рынок не может пройти ниже. Продавца по новозеландцу нет. И я бы использовала эту поддержку, ну, такую визуальную даже поддержку 0.70-57 как возможность для покупок. Стоп выставлять за эту поддержку, то есть там вплоть до 1.70-52, вот так вот ставьте стоп. И профит, я думаю, к уровню 0.71-75. Вот в этот диапазон пока что привлекательные покупки. Соотношение профит-стоп, оно, ну, как бы очень красиво, очень сладкое. Отработается, не отработается? Для меня это пока загадка, да? Но я хочу пробовать вот эти покупки сейчас только на основании того, что рынок засел на определенном диапазоне и не может его пройти. Вполне возможно развитие коррекции. По евро, по фунту у нас коррекция уже второй день активная. А вот новозеландский доллар, он, скажем так, не дает этого же доллара. Потому что даже австралиец там, ну, сколько он там пробежал, пролетел, 50 пунктов промчался вверх. Вот новозеландец этого пока не сделал. Ну, вот у меня идея есть пробовать открывать длинные позиции по новозеландцу при подходе к отметке 0.758. На самом деле тут идет вопрос 15 пунктов, да? Не такой уж и большой стоп, но можно попробовать отработать бай. Из таких глобальных вещей, сохраняя свой настрой, открывая длинные позиции по австралии-канадский доллар от поддержки 96.50.97, на текущий момент доливать по рынку не рекомендую. То есть если у вас есть открытые позиции на данном диапазоне, ну, либо закройте, да, либо подождите еще, возможно, в конце этой недели, возможно, в следующую неделю. Да, тут такой разбирка идет в пар, не самая волатильная. Вот, но я бы дождалась все-таки вот этого диапазона 96.50.97.00 для того, чтобы покупать этот кросс. Ну, и, собственно, рост к единице как минимум рассматривать. Дневные свечи сейчас, да, достаточно скучные для покупателя. А в условиях того, что у нас есть сильная поддержка такая с августа 2015 года, вполне возможно, что у нас отбой состоится чуть-чуть раньше. То есть, ну, как бы сильные такие уровни, они не всегда, даже линия тенденции, да, они не всегда отрабатываются красиво вот по достижению этой линии тенденции. Может быть, люфт хоть в 100-150 пунктов, зависит от волатильности инструмента. Напомню, у нас давеча красиво отрабатывался кросс фунт Канада. Там вроде как все красиво развернулось по итогу, да, там 600 пунктов роста аж бегом прошло, но от точки разворота у нас был люфт там порядка 150 пунктов. Поэтому по валютной паре Австралия-Канада точно так же, да, у нас вот есть приблизительный диапазон, где рынок может начать разворачиваться, и я бы все-таки сейчас не продавала этот кросс, а ждала развития событий, чтобы сформировался сигнал на покупку. Хотя в рамках настроений ютрейдеров, в рамках того, что у нас есть такие умельцы, пока вы ждете точки разворота, да, мы еще подпродадим, вполне возможно, что стоит пробовать шортить, но это будет спекулятивно, это будет, скажем так, достаточно рискованно, вот, шортить, но с целью на 0,97. Лично моя позиция, я дождусь разворота, ну, такой, я чуть больше консерватор, да, дождусь вот какого-то снижения и формирования, чтобы купить этот кросс. Был у меня, ну, то есть по Австралии и Канаде, я все равно смотрю на этот инструмент и жду роста. По валютной паре доллар-иена пока что не отменяем сценарий росток 114-115.90. По срокам реализации, видите, затягивается у нас эта картинка. Сформировался боковой коридор по валютной паре доллар-иена. Поддержка, ну, собственно, мы сейчас на ней находимся, 112.30, 112.43, вот такой диапазон поддержки. Сейчас котировки как раз в этом диапазоне. Вполне привлекательное место для того, чтобы покупать, снова покупать валютную пару доллар-иена. Ограничение убытков ставим за ближайший экстремум на часовых графиках, то есть буквально на 112.25, это 10 пунктов ставит стоп, рост к 112.70, ну и дальше уже, дальше 113.13. То есть пока что у нас в валютной паре доллар-иена настрой покупать не изменяется. Вопрос того, что возможно на протяжении октября мы увидим достижение наших целей 114-115.90. То есть пока что время достаточно скучное для этого инструмента. Но в рамках общей тенденции пока что еще все-таки смотрим на бай. И индикаторы подсказывают вероятность еще большего роста именно этого инструмента. Вот так вот. Ясненько. Поняли вас, Мария. Спасибо большое вам за ваш обзор. Мы попробуем реализовать все эти идеи сейчас на своих платформах. Вам хорошего дня и удачи на рынке. Взаимно рада вас слышите видеть. Всем просят, коллеги. Спасибо. До свидания.